Сегодня мы приехали на самый чистый пляж Анапы, пляж санатория Малая Бухта. Вот такой прекрасный курортный вид. Замечательные курортники. Благоустроенная набережная, лучшая, лучший кусочек набережной Анапы. Отдыхающие ее называют Белой набережной, я называю Греческой набережной, мы построили ее греки. И вот море. Действительность опрокидывает все мои слова. Самое чистое море. Казалось ужасно, самый грязный. Шторм, что ли, был такой? Вообще, просто ужасно. Вчера ливень. Ливень нас застал в Темрюке. Потом доехали мы пока до Гастагая закончился. И тоже был ливень. В Геленджике сказали, что был сильный ливень. Вот. Не знаю, может быть, последствия всего этого. Может быть, и в Анапе был сильный-сильный какой-то ливень. И воду вынесли из города в море. Поэтому такая вода. Что там сегодня творится на песчаном пляже, я не понимаю. Водорослей много здесь выкинула. Откуда чего принесло. Мама, привет. Снимаю тебя на набережной. Ветер сильный не мешает? Ну, как бы некомфортно. А мне кажется, что наоборот. После жары на ветерке так хорошо. Ой, ну когда хандро, тогда холодно. Поэтому ты курточку-ветровочку одела. Ладно, идите с детьми на детскую площадку. Детская площадка тут совсем рядом. 100 метров. И там всякие тренажеры. Дети это очень любят. Здесь тоже полно батутов надувных, прокатных великов, каких-то мотоциклов, колясок. Вот электромобиль едет. Интересно, платный он или прокатный он? Или у него маршрут, и он везет в попутном направлении? Здорово. Массаж планируешь сделать? Я не планирую. Там просто любую. Вот шторма, о которой мы говорили вчера-позавчера, которая может вынести траву. Ну, почти, почти. Вон какие-то большие волны. Правда, для санатория Малая бухта сегодня получился неблагоприятное стечение обстоятельств. Достаточно сильный ливень был в Анапе. И вот эти все береговые ливневые воды, конечно, вылились в море. Ну и шторм. Вода очень некрасивая. Вода некрасивая, да. Я думал, что застучим буквально на 5 минут на этот пляж. И я и ступнусь. Но нет, не получилось. Оксана даже и не планировал купаться. Купаться неохота. Да. В такой воде мусной. Ну, что же это? В море природа. И анапчанам не всегда счастье и удача. Люди мужественно загорают и дышат морским воздухом. Очень ярко выраженный запах водорослей. Море. Наверное, это очень полезно. Сейчас женщина стояла из кучи вон той, выгребала мокрые водоросли и натиралась ими. Натиралась. Не, ну так-то погода вообще прекрасная. 28 градусов тепла, легкий ветерочек. Конечно. Ветерок охлаждает очень приятно. Гулять самая погода. И загар мягкий получается. Да. Потому что ультрафиолет-то все равно через облака. Да. Чтобы не обгореть для первых дней. Это вообще самый лучший вариант. Завтра уже будет солнце, жара. Очень опасный загар. Только до десяти часов утра и после пяти вечера. Огромный комплекс тренажеров для детей и взрослых. Это мы все еще гуляем недалеко от Малой бухты. Сюда выходит улица Калинина. Вот смотрите, в теньке больших деревьев, тут даже в самую жару можно найти тенек. Ну, естественно, здесь все для детей. И батуты, и прокаты великов, скутеров, самокатов, кафешки, просто лотки с мороженым, с водами. Торговля, естественно, как без нее. Именные магниты по 20 рублей всего лишь. Экскурсии, круизы. Вот, пожалуйста, едет. Ауди 07, чтобы не ошибиться. Пока море, уходим к машине. Наши подписчики, с которыми мы познакомились на берегу. Удачи вам! Люди из Сургута строят здесь квартиру, собираются переезжать в Анапу. По поводу пенсии мы у них спросили. У них же северные надбавки. Ну, как бы да, они хотят, они их терять. Поэтому живут, как многие, не будут прописываться здесь и выписываться из Сургута. Великолепно. Великолепно. Я на мой исключен все. Я 특 и мультивные, одни хоть по полной шторке, Что угасная жизнь отдыхать матери. Что будет прес trader перед надき去 Продолжение следует...